Привет-привет! Вы на канале Зеленый Огород. С вами Елена. Сегодня я нахожусь в своем пионнике. Здесь у меня растут пионы. Некоторые я уже обрезала, но еще их не обработала. И вот сегодня я хочу с вами поделиться, как нужно правильно в октябре месяце обработать и подкормить пионы. Это нужно делать обязательно, так как любые растения, тем более многолетние, осенью требуют подкормки. Если мы их обработаем и подкормим, они прекрасно у нас перезимуют и на следующий год нас снова будут радовать. Пионы на одном месте могут расти от 10 до 20 лет. Это, мне кажется, самый неприхотливый многолетник, который очень хорошо всегда растет, только если его вовремя обработать и подкормить. Сейчас уже начало октября, и это как раз хорошее время, когда можно уже обрабатывать пионы. Конечно, нужно ориентироваться по вашей погоде в вашем регионе. Я проживаю на Урале, в Пермском крае. У нас уже стабильные заморозки ночью. Но вот днем еще бывает даже 12+. Но если у вас уже листья поменяли цвет, они, видите, уже какие стали не очень красивые. А также, если листья клонятся к земле, это уже говорит о том, что, в принципе, пионы готовы к тому, чтобы приступить уже к обработке. И также пионы можно обрабатывать, если вы как-то задержались, то за одну-две недели до стабильных заморозков. Но главное, чтобы уже ночью была минусовая погода. Первое, что делаем, это обрезаем стебли прямо вровень с землей. Не оставляем никаких пенечков, иначе на этих пенечках также могут потом зимовать бактерии, микробы, а также и вредители. И все, все вот так вот обрезаем. И полностью весь куст. Это я обрезаю травянистый пион. Кстати, пионы бывают трех видов. Травянистый, древовидный и итопион. Итопион это смесь пиона древовидного и вот такого травянистого. Так вот, если у вас древовидный пион, его, конечно, вот так вот обрезать не нужно. Так как там, вы знаете, точно такие же стебли, как у дерева. И потом на этих стеблях образуются ветки, и на них будут цвести цветы. Так вот, если древовидный пион, нужно просто дождаться, пока упадут все листья. Их тоже так же все убрать, чтобы под кустом не было старой листвы, чтобы не сохранились никакие болезни. Ну и потом подкормить. А итопион, он растет точно так же, как травянистый. У него тоже вот такие однолетние побеги вылезают из земли. Их тоже вровень с землей срезают. Но иногда на итопионе бывает вот нижний побег, вот самый нижний его стволик бывает тоже становится как бы таким, как дерево крепким. Так вот, его тогда вырезать не нужно. Нужно вырезать только там, где пойдет снова вот такая вот мягкая травянистая, травянистый стебель. И вот так вот мы все убираем до земли. Вон еще сколько много летает этих вредителей. В этом году очень много было белокрылок. Боролось с ними, но тем не менее их много. Единственное, что радует, как только будет минус 5, белокрылки все вымерзают. И они все умрут. Все. Теперь хочу сказать, все, что мы обрезали, все вот эти стебли, нужно обязательно унести подальше от пионника. Так как все болезни, что здесь есть, все вредители, они останутся в нашем пионнике. Поэтому мы это все или сжигаем, или можно положить в компостную яму, но обязательно обработать. Или байкал М1, или сияние, или любой другой, фитоспорин. В общем, любой препарат, чтобы обеззаразить вот эту вот листву. После того, как остригли полностью все стебли, вот видите, листья начинают уже болеть. И они болели, и здесь белокрылка нам вот свой сок оставила, и он уже начал в сажистый грибок превращаться. Так вот это все инфекция. И если мы листья оставим здесь же, вот эта патогенная микрофлора плохая, будет снова здесь же развиваться. После того, как все обрезали, унесли, нужно его чуть-чуть почистить. Вот я беру вот такие вот грабельки, это очень удобно, и вычищаю наш пионик. Если вот с прошлого года, где-то в прошлом году не дорезала, я это тоже все убираю. Главное, чтобы не было никакой инфекции потом. Все лишнее убираем. Если у вас много растет сорняка, его тоже удаляем. Но сорняков у меня нет, я их раньше убирала. Все, вот так вот почистили. Видите, у нас одни пенечки остались, и они полые. Вот почему нужно обязательно все остригать, так как в эти полые пенечки могут залезать те же вредители, те же бактерии развиваться, и потом они просто загубят всю корневую систему. Все, почистили. Теперь нужно обязательно, после того, как мы почистили наш пионик, его присыпать древесной золой, все срезы или активированным углем. Это мы делаем для того, чтобы обеззаразить. И вокруг я все рыхлю, так как сейчас буду делать подкормку. Подкормку нужно осеннюю сделать обязательно, так как куст у нас потратил очень много сил за время роста, за время бутонизации, цветения. Все лето он нас радовал своими красивыми листьями. И вот сейчас настало время, когда нужно обязательно внести удобрения, чтобы корневая система получила хорошее питание, и тогда она у нас хорошо перезимует, растение будет зимостойким. И осенью нужно вносить калийно-фосфорные удобрения. Лучше всего использовать суперфосфат. Его можно использовать вот на такое большое растение 50-60 грамм. И 40 грамм или сульфата калия, или серно-кислого калия. Но смотрите, чтобы калий был главное не хлористый, чтобы там не было хлора. И также можно использовать любые комплексные удобрения для осени, чтобы там была совсем маленькая-маленькая доля азота. Так как нашим пионам сейчас азот абсолютно не нужен. Вообще пион очень любит золу, и пион очень любит органику. Но эти удобрения нужно вносить в разное время. Если золой мы можем пользоваться и весной, и осенью, то органикой мы пользуемся только весной. Так как в органике, то есть перепревший навоз, компост, зеленые удобрения, птичий помет, там очень много азота. И азот просто может спровоцировать снова рост корневой системы. Он снова будет нам выдавать почки, и у нас вылетят новые молодые побеги. А нам сейчас этого не надо. Мы ведь сейчас обрезали листья и подкормим фосфором и калиями, чтобы растение у нас заснуло. Чтобы оно ушло в зиму отдохнувшим и напитавшимся нормальными, нужными, полезными веществами. Для подкормки я использую в это время или комплексное минеральное удобрение. Все делается по инструкции, там все написано. Но мне хочется показать сегодня подкормку из обычных удобрений, так как не у всех бывают комплексные. Поэтому сегодня для некоторых кустов я буду использовать суперфосфат и сульфат калия. Теперь еще хочется сказать по дозировке. Вот я сегодня беру 2 столовые ложки суперфосфата. Это у меня получается ровно 60 грамм. И беру 2 столовые ложки сульфата калия, так как в одной ложке здесь 20 грамм. Вот я беру одну ложку и вторую ложку. Все. Вот на квадратный метр буду использовать вот такое количество удобрения. Сейчас я его перемешаю и равномерно рассыплю все удобрение. Почему нельзя делать прямо на само корневище? Так, во-первых, вы можете все это сжечь. И все корешки, маленькие всасывающие корешки, которые образуются в течение всего летнего сезона, а также и осенью их много развивается. Вот эти маленькие всасывающие корешочки как раз и будут доставлять питание к нашему кусту. И удобрение с дождями будет постепенно поступать к корням и равномерно кормить наше растение. Но это только в том случае делаем сухой способ. Если у вас сырая земля, если у вас много дождей и ожидается много дождей. Но есть регионы, в которых просто засуха. Земля безумно сухая. Поэтому можно сделать и жидкую подкормку. То есть мы берем то же количество удобрений, но мы сначала очень хорошо проливаем весь куст. Также мы делаем вот такую бороздочку. И потом туда вливаем жидкое удобрение. Но смотрите, чтобы жидкое удобрение у вас хорошо разошлось в воде. И после этого еще раз проливаем водой. Это вот так делается жидкая подкормка. И все. И теперь я вот так вот все это прикрываю землей. Все. Теперь наше удобрение никуда не денется. И оно будет хорошо поступать к растению. Но еще хочется сказать, что регионы бывают разные. И, например, у нас иногда морозы доходят до 40 градусов. Но, тем не менее, пион очень зимостойкое растение. И я могу сказать, что вот они у меня здесь растут уже, наверное, год. Ну, 13-14 это точно. И я ни разу пионы не укрывала. Они прекрасно зимуют. Вот. Единственное, что можно еще потом сделать, если вы все-таки опасаетесь, что пион ваш может замерзнуть, можете земли сантиметров 15 сверху еще положить. И это будет использовано как мульча. Также можно использовать перепревшие опилки, компост. Но только ни в коем случае не закрывайте ни соломой, ни сеном. Так как мыши очень любят зимовать в соломе. И они могут потом просто сгрызть все корни. И также можно, например, если у вас зима малоснежная, но холодная, тогда можно просто закрывать укрывным материалом, сверху класть ящик. И тоже так же предохранять от заморозков. Но вообще, вы знаете, самая лучшая защита от холодных температур – это снег. Как только выпадает у нас вот здесь на огороде первый снег, мы с мужем сюда просто стаскиваем все, что вот на поляне накопится, мы весь снег сюда приносим. И укрываем снегом все пионы. Снег уже не тает, мы его еще чуть-чуть уплотняем. Но у нас на Урале снега всегда очень много. Это прекрасное одеяло, теплое одеяло для наших пионов. Но вы смотрите по своему климату. Если у вас, конечно, снега мало, зимы холодные, тогда, конечно, есть смысл пионы ваши укрыть. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!